Путин смог договориться с Пригожным, но теперь у президента Российской Федерации есть более серьезная проблема – как сохранить свою власть. Несомненно, то, что сегодня происходит в Ростове, Воронеже и четко ставит Россию на грани, еще раз подчеркиваю, гражданской войны, которая будет объективной, потому что Путин утратил свою сакральность, путинское окружение неэффективно с точки зрения операционного управления и, соответственно, очень много групп в Российской Федерации, которая готова уже к протестным проявлениям. Кроме конфликта Пригожина с Минобороны России, уже давно идет война между Минобороны и ФСБ, говорят в украинской разведке. ФСБ, как и глава ЧВК Вагнер, хочет видеть других людей в военной верхушке – своих. После информации о том, что генерал Сергей Суровикин якобы был в курсе подготовки Пригожина к бунту, Путин начал чистку среди военного руководства. Об этом сообщают западные и российские СМИ. В администрации президента паника, там не исключают начало гражданской войны, пишет издание «Важные истории», ссылаясь на свои источники в Кремле. Усиливаются в России и движения за самоопределение народов и их независимости от Москвы. Например, в интернете проводят онлайн-референдумы за независимость Чувашей, Карелии, Белгородской, Воронежской и Новгородской областей. Гражданское движение «Свободная Ингрия» в своем телеграм-канале сообщило, что решено создать добровольческое вооруженное формирование «Взвод свободной Ингрия» в составе Интернационального легиона Вооруженных сил Украины. С поражением России в войне активисты связывают возможность создания независимого государства Ингрия в нынешних административных границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, территориях которой насильно включил в состав Российской империи Петр I. «Существующая Российская Федерация – это имперское государство, это государство преступное, оно должно быть размонтировано, населяющие народы должны получить свободу и определять свою дальнейшую судьбу исключительно из своих суверенных предпочтений». Аналитики уверены, что пришло время готовиться к тому, что Путин может потерять контроль над властью, переход власти может быть немирным, а границы России через 10-20 лет могут выглядеть на карте совсем иначе. Западу стоит планировать свою политику, исходя из этого. Главным приоритетом для Вашингтона должна оставаться поддержка контрнаступления Киева и помощь Украине в победе на поле боя с Россией. Именно в Украине Соединенные Штаты могут оказать наибольшее воздействие на ситуацию с Россией. Сильная победившая Украина – лучший оплот против различных сценариев беспорядков, насилия или распада дальше на восток. Люк Кофи – старший научный сотрудник Института Гудзона в статье для издания Foreign Policy. Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, в интервью Бильд заявил, что Россия уже раздроблена и нет силы, способной удержать её вместе. Анжелика Брушневская, для телеканала Freedom.